Добрый день, дорогие друзья! Все ярче весеннее солнце, все ослепительнее краски, и мне кажется, что это повод прийти в музей, а повод действительно есть, потому что 18 мая международный день музеев, а в этом году так случилось, что день музеев плавно переходит во всероссийскую акцию «Ночь в музее», и мы подготовили яркую, разнообразную, очень интересную программу для самых маленьких. И взрослых. Будем рады гостям всегда. 18 мая – Международный день музеев, и этот день мы открываем семейными экскурсиями. Не просто так, потому что 2024 объявлен годом семьи. Приходите к нам всей семьей в музей. Так называется цикл экскурсий, который откроет нашу праздничную программу. Ну и, конечно, взрослые на встречу с шедеврами, ведь музей – это место, где можно встретиться с настоящими друзьями и пообщаться с искусством. А оно такое увлекательное. Эта встреча всегда проходит в очень теплой, камерной атмосфере, несмотря на то, что Рязанский художественный музей живет в настоящем дворце. Конечно, музыка. Музыки в этот день и ночь в музее будет очень много. Но еще одна юбилейная дата, которую мы не могли пропустить. 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта. И в день музеев в 16.00 откроется выставка. Мы вспомним Пушкина, у каждого он свой. Пушкиняна Анатолия Зыкова. А продолжит эту тему уже ночь. В 17.00 музыкальная гостиная музейная открывается, и мы будем слушать с вами романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Я уже сказала, что музыки будет много. Она совершенно разная. Инструментальная, вокальная. И даже опера, оперная студия нашего музыкального колледжа завершит праздничную программу «Ночь в музее». «Свадьба Фигара», Пушкин говорил, если мысли, помните, Моцарт и Сальери, «Коль мысли грустные к тебе придут, когда на сердце у тебя темно, откупри шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро». Вот на «Женитьбу Фигаро» мы приглашаем и взрослых, и маленьких. Но маленькие, наверное, будут уже спать, а вот молодежь, пожалуйста. Ведь 21.00 – это время молодых. Дорогие друзья, по традиции, которая уже продолжается много лет, в программе «Ночь в музее» мы открываем одну из своих тайн, музейных тайн. Но я сохраню интригу, хотя, конечно, те, кто придет к нам на эту встречу, получат удовольствие, потому что они узнают, о чем может рассказать оборотная сторона картины. Дорогие друзья, приходите на встречу с настоящим искусством. И очень хочется поздравить всех коллег с наступающим профессиональным праздником – Днем музеев. Спасибо. Раздел народного искусства в художественном музее – один из наиболее активно пополняющихся в собрании. Основа его заложилась еще в 60-е и 80-е годы прошлого века. Сотрудники не придерживались этнографического подхода. Подбирали наиболее выразительное в художественном отношении образцы. В итоге сформировалась уникальная по художественным достоинствам коллекция. Ее значительную часть составляют предметы крестьянского костюма – сложного ансамбля, вобравшего в себя разнообразные приемы декоративной отделки. В данном образце я плету кирпичики. Таким кружевом украшали девушки рубахи. В те же годы в музей поступали гончарные изделия разных уездов губернии. Потом стали пополнять произведения мастеров художественных промыслов. Скопинская керамика, Кадамский венис, Михайловское кружево стали визитной карточкой региона. Также обратите внимание на мой костюм. Это этнография. Костюм конца 19-го, начала 20-го века. Костюм замужней женщины. Вы можете посмотреть, здесь есть палеты. Такие рубахи носили только замужние женщины. Также атрибут замужней женщины – это панева. Такая клетчатая юбка. Завеска очень красивая. Здесь вот ленточки вручную расписаны и также Михайловское кружево. Украшения традиционные, их носили обязательно в комплекте. Это разметки, чопки и ожерелок. И головной платок был обязательным украшением замужней женщины. Где можно было такое встретить? Это костюм свадебный, второй день свадьбы чаще всего. А в Рязанской области? В Рязанской области, да. Это село Секирино, Скопинский уезд. Неповторимая по составу и эстетическим качествам коллекция Рязанского художественного музея теперь будет открыта в новом экспозиционном решении. Помимо традиционного крестьянского костюма, представленного вариантами Сапожковского, Скопинского, Касимовского и Михайловского уездов, в витринах разместят бисерные пояса и нагрудные украшения, головные уборы и фрагменты кружева. Рядом с традиционными предметами будут соседствовать произведения прославленных мастеров-промысловиков. Выполняемое вручную из природных материалов, народное творчество хранит живую память о единстве природы и человека. История музея берет свое начало с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Активисты села написали письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину основоположника космонавтики. В ответ на письме Гагарин сообщил, что с большим удовольствием прочитал его и обязательно навести Тыжевское, как только будет возможность. После чего было принято решение открыть в селе музей Циолковского. Торжественное открытие состоялось в 1967 году. На мероприятии присутствовал легендарный советский конструктор, специалист в области ракетно-космической техники Владимир Федорович Уткин. А то самое письмо Гагарина стало экспонатом номер один. В 2022 году вся страна и, конечно же, мы отмечаем 165-летие со дня рождения Константина Дуарьевича Циолковского. Мы также отмечаем 55 лет с момента основания музея на его родине в селе Ижевском. Присутствуют еще дополнительные юбилейные даты. Это 635-летие села Ижевского. Центром экспозиции сегодня является реальный спусковой аппарат. Это единственный элемент космического корабля, который возвращается на Землю. Вот в этом самом аппарате. Наш земляк, единственный космонавт Рязанской области Владимир Аксенов, который был бортинженером космического корабля «Союз-22», и командир корабля Валерий Быковский, в 1973 году вернулись на Землю с орбиты. А в 1980-м аппарат передали музею в Ижевском. Когда нужно вернуться, космонавты через люк заплывают, садятся в ложементы, специальные кресла, которые делаются точно по фигуре для каждого индивидуально. И если космонавт прилетает на одном корабле, а возвращается из космоса на другом, то свой ложемент он переставляет на тот корабль, на котором возвращается. Это делается для того, чтобы при спуске с орбиты легче переносились перегрузки. Пристегиваются ремнями космонавты. Сидят они там, прижав руки, ноги, головы к телу, так называемый позе эмбриона. И происходит спуск. От полной расстыковки до приземления проходит порядка 40 минут. Некоторая часть спуска космонавты проводят в огне. Слетит большой огненный шар. Температура за бортом до 1500 градусов доходит. Поэтому обшивка корабля сгорает. Когда огонь гаснет, отстреливается специальный парашют. Он тормозит скорость спускаемого аппарата. Помогают смягчить удар аппараты о землю, также двигатели мягкой посадки. В этом же зале представлен реальный скафандр Олега Макарова. А в 2017 году мэр города Циолковский подарил музею отработанную соплу первой ракеты, запущенной с космодрома Байконур. Сплавы, из которого изготовлен экспонат, настолько твердые, что МЧС, который приезжал нам, помогал выправлять форму, чтобы придать округлую форму, потому что при падении она смялась вся. Использовали определенные свои инструменты, и эти инструменты сломались. В других залах музея представлены вещи и научные труды самого Константина Циолковского, а также воспроизведена комната его отца, местного лесничего. В селе по сей день сохранилась усадьба Циолковских, где родился Константин Эдуардович. Сейчас идет реконструкция дома, а внутри планируют открыть музей ижевских ремесленников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова